Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга было назначено рассмотрение иска гражданки Шумовой, руководительницы некой школы космической философии, к нескольким городским газетам, опубликовавшим признание ее бывшей сподвижницы Людмилы Куимовой, о том, какие нравы царят в этой оккультно-религиозной организации, и рассказавшая историю, как эта самая Шумова склонила ее продать квартиру, на чем бывшая сектантка потеряла 73 тысячи рублей. Мы также неоднократно в течение более полугода в своих репортажах освещали этот инцидент. Сегодня поддержать прессу и женщину, вырвавшуюся из секты, к зданию суда пришли представители церкви и члены организации родителей детей, пострадавших от разных культов. Данный процесс, когда сектанты пытаются преследовать своих жертв только за то, что они попробовали пожаловаться, это вообще вера бездравственности. В то время, когда СМИ выражали интерес тоталитарного режима, то, естественно, у нормального, образованного и свободолюбивого, интеллигентного человека были, понятное дело, натянуты отношения со СМИ. Но в то время, как сейчас СМИ является, так скажем, базовой основой для свободы, прежде всего для реализации основных конституционных свобод, свободу слова, свободу совести, то в то время, когда отдельные тоталитарные организации, или предъявляющие претензии на прежний тоталитаризм, пытаются эту свободу подавить, в том числе подавая иски на СМИ, и, естественно, церковь здесь выступает на стороне СМИ. Пикетчики, понимая, что на сегодняшний день в России еще нет законов, с помощью которых можно было бы противодействовать различным сектантским организациям, выходят на улицу специально для того, чтобы привлечь к этой проблеме внимание. А то, как сейчас получается, если организация не зарегистрирована, значит ее и нет, значит ее и сектой назвать нельзя, пусть они там даже с сатанем молятся. Попробую их назвать сектой сразу в суд. Они очень любят хвалиться, фотографии, значит, то есть они их должны только с хорошей стороны. Плохой они не признают за собой. Мы видим то, что дочь все дальше, дальше, и буквально стена растет и растет между нами, родителями, семьей, родственниками. И то, что она окончит университет, она, собственно, исчезнет, сразу же практически уедет, и сейчас она практически чуть не по полгода далеко в секте, в Москве, там, здесь уезжает все время, всегда молча, всегда не оставляя ни одного телефона, не оставляя ни одного адреса. Это не просто морочит голову, это лишает России будущего. Сегодняшнее заседание суда не состоялось. Сама Шумова на процесс не явилась и попросила отложить рассмотрение дела на неопределенное время. То ли ей не нравится излишний шум в прессе, то ли озабочена проверкой своей деятельности, которую сейчас проводит областная прокуратура и налоговая инспекция.